Обесценивание юаня не помешало жителям Китая путешествовать по всему миру. В этом году страна заняла первое место среди государств, чьи граждане больше всего выезжают за границу. В прошлом году туристы из Поднебесной оставили в других государствах 165 миллиардов долларов. Согласно данным Института исследования туризма, в нынешнем году число путешественников из Китая должно увеличиться на 16% по сравнению с прошлым годом. Индия, Южная Корея, несколько стран Центральной и Восточной Европы. Эти страны объявили год взаимного туризма с Китаем. Именно туда с удовольствием отправляются жители Поднебесной. Причем количество перелетов и переездов резко увеличилось. Для любителей путешествовать преградой не стало даже обесценивание национальной валюты. Я собираюсь посетить Америку, я еду не за покупками, меня не интересуют и товары из дьюти-фри. Я еду только отдыхать и посмотреть страну. Вещи, которые я куплю за границей, мне все равно достанутся подешевле. Поэтому я не намерен менять планы из-за обесценивания отечественной валюты. Местные туроператоры не скрывают, что обесценивание юаней заметно повлияло на стоимость путевок. Как отмечает крупное интернет-агентство, занимающиеся продажей билетов путешественникам, стоимость путевки повысилась приблизительно на 120 ренминби. В переводе на тенге это около 4-7 тысяч тенге. Поскольку количество выездных туристов растет с каждым годом, мы заключили с местными туроператорами взаимовыгодные договоры. Крупные агентства со своими надежными партнерами подписали договоры еще до того, как поменялись курсы юаней и доллара. Поэтому никто не пострадал, обе стороны остались довольны. Только в прошлом году 2 миллиона туристов из Китая посетили США. После того, как в ноябре прошлого года визы для китайских туристов продлили на 10 лет, их количество выросло еще больше. Одним словом, люди охотно едут за границу, то есть вкладывают деньги в экономику другой страны. В связи с чем можно предположить, что на выставку Экспо, которая пройдет в Астане, приедет много туристов из Поднебесной. Потому как 2017 год в Казахстане объявлен годом туризма Китая.